Водоем с сильным течением И вот чтобы половить именно крупного леща Нам потребуется классическая баланская удочка Ну и естественно начну с основного компонента ловли С приготовления прикормки Здесь конечно пытаются ловить леща и на фидер, на донке Но ловли весьма безуспешные А все дело в том, поимки единичные, случайные А все дело в том, что лещ, стая леща перемещается по водоему И чтобы ее остановить нужно приличное количество корма Только в этом случае ее можно остановить на точке А ни донкой, ни фидером мощно закормить конкретную точку проблематично Собственно поэтому и лещ попадается исключительно случайно У нас же случай другой Поскольку мы будем ловить на баланскую удочку Будем ловить с определенной точки То мы сможем эту точку прокормить очень хорошо И в обилии корма, хорошего вкусного корма Как раз залог успеха на сильном течении Я возьму для начала три пакета прикормки Пакет леща, пакет карпа И пакет универсальной прикормки с консервированным опадышем Карповая прикормка ярко-желтого цвета С крупными фракциями Очень ароматичная На течение это то, что нужно Ставку я сегодня буду делать на опарыша Опарыш у меня и в консервированном виде в составе прикормки И в процессе ловли я также буду добавлять живого опарыша в прикормку И ловить буду только на опарыша Дело в том, что течение сильное Лещ крупный Я буду насаживать по два, три, четыре опарыша на крючок В этом случае крючок мне можно будет ставить побольше, покрупнее И поскольку опарыш будет в прикормке То я надеюсь, что и на насадку лещ также будет брать активно и уверенно Ну, когда прикормки достаточно много, то, конечно, проще замешивать ее с помощью перчаточки И кожа меньше травмируется, и сама перчатка как бы легче перетирает прикормку в процессе Маленькими порциями добавляем воду И делаем небольшие паузы С тем, чтобы прикормка постепенно набухала Ну, а когда прикормка окончательно набухнет Я в нее добавлю грунта Грунт на течение – это первое дело Без грунта никуда Он ее утяжеляет хорошо И взмучивает воду дополнительно Для леща – это просто подарок жидко Будет прикормка, будет и виба Все, прикормка хорошо переуженена Стала очень липкой Это то, что требуется Теперь в нее можно и грунта Грунты бывают разные Бывают легкий сугринок Который Ну, фактически, это очень мелкодисперсный песок А бывает сугринок Очень мелкопракционный Там антистральные частички Это уже ближе к глине Вот этот сугринок у меня тот, который ближе к глине Более липкий, более тяжелый Для течения то, что надо У меня просеян через крупное сито Поэтому отдельные комочки достаточно большие Но это ничего страшного Крупные комочки будут просто утяжелять А сам мелкий грунт будет Помимо утяжеления еще и мутить воду здорово Я думаю, порядок Вот, отличные тяжелые комки Они хорошо лепятся Но в то же время Вот сейчас я покажу Если мы берем такой комочек Достаточно плотно его слепим То есть он быстро дойдет до дна Но Будучи погружен в воду Вот он мгновенно утонул В то же время Он отлично быстро распадается Видите, какая активность распада? Я буду закармливать и докармливать Как вот такими не очень плотными комками Средней степени сжатия Которые распадаются быстро И очень активно пылят И одновременно Примерно 50 на 50 Часть комков я буду делать очень плотными Сильных промешивать Ну не промешивать Сильных отжимать Они будут распадаться гораздо медленнее Работа их другая Но в комплексе Быстрый и медленный Они будут давать нам отличный результат Вот комочек Плотно сжатый Сейчас вы увидите Что реакция совсем другая Вот он лежит над ней Практически как камень Еле-еле начинает Но это обманчиво И через 10-15 минут Он также полностью распадется И конечно При уровне течения Поверхность воды Комки разбиваться должны Это само собой Ну и хороший грунт Конечно помимо того Что он утяжеляет прикомку И создает дополнительную муть Также конечно И хорошо ее подклеивает Если прикомка хорошо увлажнена А грунт мелкодисперсный Тоже увлажненный И хорошо промешан с прикомкой То он еще дополнительно Хорошо подклеивает Вечереет Сумерки уже скоро Надо успеть закормить С тем чтобы он собрался Средние и плотные Комбинирую А там на дне Лещи разберутся Какой прежде кушать Какой с запозданием Плотные будут медленно размываться А рыхлые побыстрее Для старта достаточно Потому что потом регулярно Докармливать надо будет Забрасываю под стопор Потом подматываю Два, три, четыре оборота И Нахожу оптимальную для себя точку Там где кончается свал Вот примерно Вот примерно так Метров Восемнадцать Девятнадцать от берега Вот такие хорошие бульки Удышку придерживаю И примерно туда Закармливаю Можно чуть дальше Чуть ближе Поскольку сам процесс Такой овли Предполагает Что Неизбежно у нас Насадка будет То чуть дальше от берега То чуть ближе от берега Что-то я там зацепил О, отлично Дрессена Камечка облепьё В обильном количестве То, что надо Как раз в конце свала Живёт дрессена Колония Она и леща привлекает И очень здорово В ней прикормка будет задерживаться Ну, а теперь самое главное Что за снасть Значит, семиметровая Баллонская удочка С кольцами и катушкой Но способ ловли Не совсем тот Каким обычно Практикуют наши рыболовые Значит, обычно у нас Удочка с кольцами Предполагает ловлю Просто в проводку То есть, делается Заброс на какую-то дистанцию И дальше По течению Плывёт поплывок Тянет за собой оснастку И где-то там Под мывалочится крючок При поклёвке Делается подсечка И хотя у нас это тоже Называют баллонской удочкой Но на самом деле Баллонская удочка И баллонской ловли Совсем другое Название пошло От итальянцев Которые как бы И считаются Снеположью этого способа Принцип такой Это как раз Для ловли На умеренном И на сильном течении От крючка Примерно Ну, по-разному На леща побольше спуска На плотву Можно поменьше спуск В данном случае На леща От крючка До Основных грузов Порядка 60 сантиметров И где-то Примерно В 25 сантиметрах От крючка Две малейшенькие Дробиночки И смысл в чём Мы будем делать Заброс С таким расчётом Чтобы вот этот Основной груз У нас Течение Будет снасть Затягивать И затягивать До тех пор Пока эти Основные груза У нас Не лягут на дно Ну, в принципе На соревнованиях Такое запрещено Поскольку Основной груз Должен быть С гарантией Выше дна Но мы не на соревнованиях По нашим Порядкам Это вовсе Не запрещено А ловить Так гораздо Удобнее И эффективнее Короче За счёт того Что мы Удочкой Будем снасть Притормазывать Она будет Двигаться к берегу И в какой-то точке Грузы лягут на дно Грузы лягут на дно И Наш пополок Заякорят Но Если бы мы Ловили просто В проводку Грузы на дне У нас После течения Пополок бы затянул Он бы утонул И всё Ничего бы не получилось Однако мы За счёт того Что у нас Удочка длинная 7 метров Леску будем держать От пополка Кудочки в натяг И пополок У нас будет Тормозиться Как грузами Так и натянутый От кончика Кудочки леской И в этом случае Мы добьёмся Либо полного Останова Нашего крючка С наживкой на дне Либо будем давать Небольшие протяжки Проволочки по дну Что в общем-то Тоже позитивно Вот собственно В этом и смысл Болонской удочки Чтобы приподнимать Её над поверхностью воды Держать по дугам По отношению к течению А приподнимать Для того Чтобы максимальное Количество лески Поднять над водой С тем чтобы течение Пролёт лески От поповка До удочки Очень сильно не сносило То есть приподнятая Над водой И по дугам К течению удочка Главное её назначение Это притормаживать Оснастку В этом притормаживании Снастки Приподнятой И отведённой удочкой И есть изначальное Содержание Собственно Классической Болонской ловли Вот именно такого ловли Мы сегодня и займёмся Три-четыре опарыша Например Три белых И один красный Ловлю только на опарыша Поскольку наживка Объёмная То крючок Можно ставить большой Вот сейчас У меня Двенадцатого номера Если бы я ловил на мотыля То конечно Такой бы крючок Не годился Потому что лещ Очень хитёр И умён И он знает Что мотылик Висит легко И если на таком тяжёлом Большом крючке Висит два-три Лёгких мотылика То втягивая эту насадку Ему что-то Покажется подозрительным А поскольку В данном случае Насадка объёмная То даже такой огромный Ну по моим меркам Двенадцатый номер Это просто огромный крючок Такой огромный крючок Лещ все равно Возьмёт без опаски Тем более на течении Посмотрим Что у нас там Собралось Не собралось Что-то попалось Что-то Весьма приличное Даже Торнус приходится Иди-иди-иди-иди Есть первый Первый есть Отличный подвесчик Просто замечательный А какой хорошенький Ну что ж Почем есть Солушка Распелся Настроение нам поднимает Минут пятнадцать Проловил И поклевочек нет Надо докормить И сейчас я Уже буду докармливать Добавлять немножко Из живого опарыша Продолжение следует Буквально несколько щепоток Потому что консервированный все-таки неподвижный Он свою роль тоже играет, но он не так заметен Он живой, это другое дело совсем И поскольку заранее лептись комки с живым опарышем уже проблематично То просто в процессе ловли я чуть-чуть довлажню прикормочку И просто тут же леплю комок Он прекрасно лепится и никуда опарыш не денется Долетит до места Приплывут, никуда не денется Прикормки много, прикормка вкусная До споклевок не останемся Есть Ой-ёй-ёй-ёй Ой-ёй-ёй-ёй Что делается? Не пойму, забагрю что ли? Что-то попробую на берег выбраться Ой-ёй-ёй Ой-ёй-ёй Остановить уже тормоз Подтяну на предел Придется дальше по камешкам пройтись Остановился То ли зацепился, не пойму То ли просто на дно Нет, дергается еще пока Еще пока не ушел Хоть бы увидеть его Не знаю кто Ну лечь, наверное Теперь пошел Против течения Тут уже полегче будет Боюсь тормоз затягивать Не знаю Ага, вон он, вон он Хвост упалник уже видел Это лещ Вот он Вот он, я его уже видел Все, он уже устал Только у меня не подсачка Ничего Отличный леща Ну, последние три метра Крючок еле-еле, я вижу прям Ну, видимо, разболтался Я вижу крючок прям За В уголке губ Все Это победа Нет, это еще была не победа Он не сольвался По счастью Сколько я Переломил лещей Ну Ну, как ребенок Ей-богу А что делать С таким трофеем шикарным Достойный был боец Меня прям подмывает Его сразу же отпустить Ну, мы так все время Рыбовсю выпускаем После рыбалки А вот что-то хочется Отпустить прям сразу После поимки Хорошо Губа спасла За кончик Но крепко Ну что ж, приятель Не могу я тебя в садок опускать Беги сразу на волю гуляй Расти еще больше И оставляй Такое же боевое Умное Непобедимое потомство Иди, приятель Неимоверное удовольствие нам доставил И мне ничуть не жаль То, что он ушел в родную стихию Он просто молодец Сумерки надвигаются, однако Мы еще немножко порыбачим Рыбка к нам приплыла Поклевочки есть Подлещики попадаются Какие тут могут быть сумерки? Рыбачим Пока видим попылок Продолжение следует... На течении Все нужно успевать Успевать перезабросить Ну насадить Соответственно перезабросить И как раз когда на точку выходит Успеть Докормить Есть Ох, комок последний Ничего страшного На течении он не так пуглик Даже бывает крупная речь Он как раз на шум падающего комка На болот подходит Идиот поднимается Скоро уже будет наверху Сильная рыба все-таки на течении Одно удовольствие ловить Давай-давай-давай-давай-давай Хороший, давай Так вот, честно говоря Поклевки я не видел А просто Кормил одной рукой И Придерживал Подтягивал попылок И мне показалось Что как-то он себя неестественно повел Чуть поддернул Думаю, может быть, зацепчик там Поддернул И чисто на интуиции понял Что там Кто-то уже сидит Оп Устал, честно говоря Одной рукой Все-таки момент приличный Семиметровый Либо очень сильный Хорошенький какой Отличный лещик Просто чудо И какой хорошенький Ни в немалочку я Снял Не кстати И крючок недалеко Но сидит крепко Прям под губу Очень хорошо Порядочек Ловится, однако Лещики-то у нас ловятся Исправно ловятся Ой-ой-ой Я уже, честно говоря, собирался Заканчивать рыбалку Поскольку поповка практически не видно И вот напоследок Кто-то там явно хорошенький Клюнул Вон он Порядочек показал Ну, оп Нормового прекрасно знают А для новичков скажу Что, конечно же Критичный момент Это надо Поднять лещак поверхности Чтобы он глотнул воздух В том Как он сделает Несколько голодков воздуха Вот он же у ног Где-то здесь плавает Просто не могу его поднять Вот он Вот он Какой хороший Почти в садке Только с другой стороны Вот он, красавица Вот так вот А? Ну, давай-давай-давай-давай На течении Неимоверно сильная рыба Вот, наконец-то Пока вдохнул Надо успеть Оп Очередной отличный трофейчик Солидный парень Ну, что ж Не будем жадничать И думаю, что на этом Прекрасном экземпляре Нашу сегодняшнюю рыбалку Нужно и заканчивать О, какое сокровище Становится совсем темно Поповка уже практически не видно Да и жадничь ни к чему Мы ловили рыбу изрядно Удовольствий получили много Рыбалка задалась На свал Несмотря на то, что Водоем сложнейший Сильное течение Сложное дно Осторожная рыба Но рыба есть Хорошая прикормка Она подтягивается Достаточно близко к берегу И на соответствующую снасть Хорошо отрегулированную Отбалансированную Именно на баллонску В данном случае Она вполне успешно ловится Так, посмотрим Что мы там наловили За сегодняшний Чудесный вечер Какие красавцы Увидите, ребята Второй Третий О, какой красавец Он уж куда что Назад в саду О, какая чудо рыба Четвертый Хорошенький Отличный просто лещ Такой же замечательный пятый Небольшой Совсем, можно сказать, малек Шестой Зазнался я сегодня, конечно И вот, наконец, седьмой Семь отличных лещей Это Небольшой